Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Вот что мы расскажем сегодня. 20 вопросов обсудили депутаты Народного собрания Карачева-Черкесии на очередной сессии, в числе которых и меценатская деятельность. Республика продолжает преображаться. Появляются новые общественные территории, объекты здравоохранения и образования, газа и водоснабжения. Новые правила поступления в ВУЗы. В Карачево-Черкесии начались встречи со старшеклассниками, в ходе которых обсуждаются эти актуальные вопросы. В 18-й гимназии Черкеска появился новый розовый сад. Акция «Сад памяти» приурочена 79-й годовщине Великой Победы. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. Был рассмотрен вопрос, касающийся хода реализации национальных и федеральных проектов в 2024 году. Как было отмечено в ходе совещания, в ближайшем будущем перед регионами стоит задача включаться в реализацию новых нацпроектов, анонсированных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. При этом большая работа предстоит по направлению капитального ремонта дошкольных учреждений, школ, развитию спортивной инфраструктуры, строительства жилья и другого. На повестку заседания также был вынесен вопрос о ходе реализации инфраструктурных проектов, реализуемых за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Сегодня в парламенте Карачева-Черкесии состоялась очередная 55-я сессия Народного собрания 6-го созыва. На нем обсудили проект закона о меценатской деятельности. Всего на повестке заседания Президиума рассмотрели 24 вопроса. О ходе работы законотворческого процесса сессии расскажет Альбина Ламкова. В работе очередной 55-й сессии Народного собрания 6-го созыва принял участие член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ахмат Салпагаров. Он представил вниманию отчета о его деятельности, отметив, что работа сложилась на фоне важных общественно-политических событий. Ужесточилось и без того беспрецедентное давление со стороны недружественных стран. Период непростой, но тем не менее органы всех Литвей власти провели сложную работу, отметил Ахмат Анзорович. В 2023 году состоялось 22 заседания Совета Федерации. Рассмотрено более 690 законодательных актов. Основной вектор работы был направлен на решение задач по реализации послания президента Российской Федерации, достижение стратегических целей по развитию регионов, повышение уровня и качества жизни наших граждан. Одной из важнейших задач законодателей в прошлом году стало разработка и принятие дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Затем парламентарии приступили к рассмотрению вопросов. На повестку заседания президиума было внесено около 20 проектов законов и постановлений. Они касались бюджетной и социальной сфер, кадровых вопросов экологии, налогообложения и многие другие темы. Так, заместитель председателя Народного собрания Корчаева Черкесии Мусаик Деков представил доклад проекта «Закона о меценатской деятельности в нашей республике». Рассказал, в чем его польза, в частности, создание благоприятных условий для инвесторов, для того, чтобы они вкладывали еще больше инвестиций в социальные и культурные объекты, отметил Мусах Абалевич. Любой меценат, откровенно говоря, хочет видеть плоды своей деятельности максимально эффективно. И в этом смысле, когда есть очень хорошее качественное взаимодействие государства и бизнеса, тогда получается очень хороший эффект. Вот на своем примере я могу это подтвердить. Неизменным остается социальная направленность бюджета республики. Глава перед нами эти задачи ставит, что в первую очередь решать вопросы социального характера. Соответственно, мы и дополнительные доходы, и остатки прошлого года направили, как на контракты, которые были неоплачены в том году, плюс увеличиваем расходы на меры поддержки, связанные с детьми, участниками ИСВО. Направляются, они будут, летний отдых будет организован для детей, которые с подшеев на территории. Также у нас они будут в республике, и мы их встречаем. Будут проходить, как раз, летняя здравительная кампания. Денежные средства будут направлены на завершение ремонта школ и медицинских учреждений. Также в ведомстве готовят проектную документацию для ремонта детского дома. Используемый набор мер позволит реализовать послание главы республики и поучаствовать в федеральных проектах для развития сети государственных учреждений, отметил Вадим Камышан. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефёдов провёл личный приём граждан. К руководителю ведомства обратились жители республики по вопросам, касающимся компетенции органов внутренних дел. Выслушав посетителей, Владимир Нефёдов дал необходимые разъяснения в ходе общения. Начальникам ответственных подразделений МВД по Карачаево-Черкесии поручено детально разобраться в вопросах, направить ответы заявителям. Ход и сроки исполнения поставлены на контроль. В республике продолжается модернизация инфраструктуры на селе в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Кимрезов. В этом году планируется завершить работы, которые стартовали в 2023 году. Это строительство новой школы в Кардоникской, напорно-регулирующих резервуаров питьевой воды в Адагихабльском районе, возведение нового объекта водоснабжения в Сторожевой и реконструкция такого же объекта в Кардоникской. Рашид Кимрезов отметил, что с 2003 по 2020 годы в рамках федеральных программ на территории республики улучшены жилищные условия 1500 семей, проложены более 500 3-х километров газовых сетей и свыше 400 километров водопроводов, построены и отремонтированы две школы, возведены 20 ФАПов и 7 спортивных сооружений. Также благоустроены и оборудованы два центральных парка. Параллельно с 2018 года реализовано еще 18 проектов, включающих строительство социально значимых учреждений. Президент России Владимир Путин всегда подчеркивает, что развитие сельских территорий является одной из приоритетных задач государства. Работа в данном направлении в республике ведется постоянно. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о розовом саду, который появился в Черкесске, об итогах соревнований среди команд МЧС, СКФО и не только. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14, температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, днем 26-31 градусов тепла и местами до плюс 24. Высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, температура ночью 12-14, днем 28-30 градусов тепла и высокая пожароопасность. Близится к завершению учебный год, и значит, совсем скоро перед выпускниками встанет вопрос, какую профессию и вуз выбрать. Чтобы легче и быстрее определиться, в штабе общественной поддержки Карачаева-Черкесии проходят встречи и приглашают на беседу с ребятами представителей высших учебных заведений Республики. Школьникам напомнили, что в минувшем году Миноборнауки России существенно изменила правила приема высшие учебные заведения. Партия «Единая Россия» запустила проект «Приемная кампания-2024», чтобы помочь старшеклассникам. В течение трех дней ведущие вузы Республики будут презентовать на площадке штаба свои учебные программы, подробно расскажут, как и каким специальностям они смогут обучить. Первый день на встречу школьников с представителями КЧГУ имени Умара Алиева пришел председатель Народного собрания, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Иванов. Он подчеркнул, что несмотря на веяние времени, получить высшее образование очень важно, так же, как и продолжать учиться. Повышать квалификацию всегда, когда есть такая возможность. То, что сегодня мы делаем, это мы делаем для того, чтобы помочь вам и оформить документы, и выбрать направление, и в будущем, чтобы вы могли, самое главное, принести пользу нашей республике, своим близким. Конечно же, очень хочется, чтобы все, кто отучился в других городах, возвращались на Робину и делали нашу республику лучше. Но те, кто учатся здесь, я думаю, что это та категория молодежи, которая связывает свою жизнь с Карачаев-Черкесией. Новая аллея из китайской розы появилась сегодня на территории 18-й школы Черкеска. Деревья посадили школьники совместно с учителями и родителями. Каждое дерево посвятили герою Великой Отечественной войны и выпускникам 18-й школы, погибшим в ходе СВО. Розовый сад был посажен в рамках акции «Сад памяти», приуроченной 79-й годовщине Великой Победы над фашизмом. Мадина Каракетова продолжит. Семья Дышековых из Черкеска посадили свое дерево в памяти. Эдуард и Элла пришли поддержать сына, учащегося в 18-й школе. Отец смейства считает, что патриотические акции, в которые вовлекают детей, очень важны в непростое для России время. Своим присутствием, своими руками, я не знаю, хотел поддержать, во-первых, свою семью, школу, в которую входят мои дети, и всю страну, то есть оставить какой-то значимый момент, который, наверное, останется. Дай Бог, чтобы эти деревья прижились. И все, кто принимал участие в дальнейшем, особенно дети, очень важно, они вырастут и будут видеть, как выросли их деревья и будут вспоминать, рассказывать своим детям. Дети, их родители и педагоги со всей ответственностью подошли к поставленной задаче. Это не просто красивые деревья, говорит десятиклассница Амина Хубиева. Это память. За каждым именем человеческая судьба, опаленная войной. Героический поступок, спасший множество жизней и повлиявший на ход войны. Сегодня мы посадим 18 деревьев в честь воинов-освободителей во время Великой Отечественной войны. Также в честь трех выпускников нашей гимназии, которые участвовали и погибли во время СВО, во время выполнения боевых операций. Один из них, Багаудинов Виталий Павлович, родился в городе Черкесске, учился в нашей школе. Насколько я наслышан, 14 октября он погиб на СВО, выполняя свой долг, защищал свою родину, погиб, накрыл мину, летевшую в напарника и тем самым спас его жизнь. Мы очень гордимся такими ребятами. Поставщики саженцев обещали, что гибискус или китайская роза уже этим летом порадуют школьников и учителей бархатно-бордовыми цветами. Посадки и зеленые аллеи во имя мира, так ее решили назвать в этой школе, предшествовала большая работа, посвященная патриотическому воспитанию школьников. Накануне 79-й годовщины Победы и в год семьи мы решили вместе, семья – это семья 18-й гимназии, в которой мы не разделяем ни родителей, ни наших детей, это наша одна общая семья. И в этой семье мы должны вырастить очень хорошего человека, который будет в будущем самым-самым красивым и почетным гражданином нашей России. Гостям школы также предложили внести вклад в зеленую аллею во имя мира, посадить свое дерево. Представитель мэрии Черкесска Хаджата Гирбова обратилась к детям со словами благодарности за активность, инициативность и интерес, проявленный к участию в данной акции. Эти деревья вырастут и превратятся в большой цветущий сад, и они окрепнут корнями. И мы бы хотели, чтобы наши учащиеся тоже так же росли, взрослели и крепкими корнями стояли за нашу отчизну. Завершилась акция патриотическим флеш-мобом. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашебуков, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске завершились межрегиональные соревнования названия «Лучшая команда МЧС России» по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧАЭС на автомобильном транспорте в 2024 году. В них приняли участие пожарные спасатели из всех субъектов СКФО. Участники соревнований показали слаженные отработанные практикой действия, которые оценивались и по затраченному времени, и по количеству штрафных баллов за допущенные ошибки. По итогам первое место завоевала команда из Карачаева, Черкесии, показавшая лучший результат и по технике, и по скорости выполнения заданий. Начальник регионального управления МЧС России Александр Голоколенко поблагодарил участников соревнований за упорство и волю к победе и отметил, что пожарные спасатели МЧС России продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, который необходим в реальных экстренных ситуациях. Победителям вручили кубки, медали и дипломы. Теперь команда из Карачаева, Черкесии будет отстаивать в честь СКФО на всероссийских соревнованиях. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ангелы района». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин